Закон о физической культуре и спорте Республики Абхазия Как разрабатывался законопроект? Что хотели в нем отразить депутаты и почему они считают принятие законопроект важным для республики? Узнаем в стенах парламента. Готовится законопроект о спорте. Расскажите, пожалуйста, какие вехи он прошел, как работал комитет над этим законопроектом, что было внесено и в чем его новшество? Начнем с небольшой преамбулы. 31 марта 2021 года парламентом был снят с рассмотрения законопроект номер 735 о физической культуре и спорте, который был принят во втором чтении пятым созывом парламента 10 февраля 2017 года. Так как на наших комитетских заседаниях у наших депутатов было много предложений и рекомендаций, мы решили снять с производства законопроект, потому что с частью 3 статьи 98 регламента народного парламента нельзя вносить поправки при третьем чтении. В связи с этим мы внесли нашим комитетам новый законопроект. Что было в старом законопроекте, что не устроило парламент и в какой части законопроект будет новый? Конечно же он отличается от старого проекта, так как, во-первых, концептуально он отличается. Единственное, что осталось, это название физической культуры и спорта в Республике Абхазия. То есть данный законопроект он регулирует как физическую культуру, так и спорт. Мы объединили в один законопроект. В старом тоже был неплохой законопроект, но когда комитет взялся за работу над данным законопроектом, депутатами были высказаны множество замечаний, предложений. Время идет, отношения развиваются. Поэтому и с учетом мнения представителя президента в парламенте совместно с комитетом по делам молодежи и спорту было решено снять с производства старый законопроект и начать работу над новым законопроектом. Вы хотели, чтобы не было кривотолка, в принципе, у нас были просто на комитетских заседаниях много предложений и рекомендаций. Во втором чтении уже был принят проект закона 735-й, и мы не могли уже его менять, только поэтому мы его сняли с производства. Необходимость принятия данного законопроекта обуславливается тем, что в правовой истории нашего законодательства нет действующего закона о физической культуре и спорте. Какие отношения будет регулировать этот закон? Какие именно пункты в нем затронуты? Прежде чем к этому перейти, я хочу добавить, кто помимо комитета нашего занимался этим проектом. Это Ахра Иванович Абухба, он помимо того, что депутат еще великий мастер и замглавы администрации Саида Будба. Мы звали на комитетские заседания замглавы председателя по делам молодежи и спорта Беслана Корчава, и с Министерства образования ранее были тоже присутствовали. И все вместе, не спеша, скрупулезно, так шаг за шагом шли к тому, чтобы не было больших изъянов. Мы минимизировали все это, чтобы закон достойно соответствовал международному стандарту. Что отражает закон, что в него включено? Чем он будет конкретно полезен для развития спорта в республике? Данный законопроект регулирует, во-первых, основные понятия, которые будут использоваться в сфере физической культуры спорта. И законопроект охватывает, как начиная с детского спорта, заканчивая уже профессиональным спортом, сферу деятельности. Вводится правовое регулирование, и такое понятие дается в законе, как республиканские спортивные федерации. Устанавливает закон также права и обязанности спортсменов, регулирует спорт в сфере образования, вводятся перечисленные субъекты, подробно регулируется полномочия центрального органа государственного управления в сфере физической культуры и спорта, предусмотрено международное сотрудничество в сфере физической культуры и спорта. Подробно регулируется формирование спортивных спорных команд, процедура. Как уже Венорий Яковлевич сказал, по желанию Ахри Ивановича мы включили такое понятие, как единый календарный план спортивных мероприятий, который будет формироваться до конца текущего года, и план будет на следующий год, получается, календарный. Значит, очень подробно дается понятийный аппарат, в котором предусмотрены, также были пожелания депутатов, такое понятие, как национальные виды спорта. Однако сами национальные виды спорта, как и иные виды спорта, они не установлены в законопроекте, они будут устанавливаться под законными нормативно-правовыми актами, которые относятся к компетенции кабинета министров Центрального органа государственного управления. В законопроект еще предлагается закрепить спортивные звания, спортивные разряды, квалификационные категории тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Это один из главных аспектов, потому что, ну, к примеру, тренер тренирует детей, футболистов детей. Это психология отдельная, ну, это специальный навык, он должен пройти какие-то курсы. И, ну, так как у нас нет в университете таких специальностей, ну, тем не менее, наши тренера ездят, повышают квалификацию, стараются, чтобы соответствовать этим всем нормам. Это, в принципе, мировые нормы, они везде прописаны, уже и везде действуют. Но так как у нас проблема с обучением, поэтому они выезжают и стараются так вот реализовать это все. Это все, кстати, там прописано ранее, этого не было тоже. Насколько вам кажется, вот этот закон, отраслевой закон, будет работать здесь у нас? Есть ли все условия для того, чтобы его в полной мере реализовать? Если честно сказать, в полной мере, вот как в других странах этот закон работает, то я думаю, так не сможем, но есть стимул к этому идти, и все это прописано. Есть какие-то, мы где-то занизили какие-то нормы, ну, чтобы это, на это нужно время, на это нужно время. И поэтому, ну, идем к этому, закон будет прописан, будут правила, и люди будут следовать этому. То есть вы адаптировали закон к нашим реалиям, к условиям нашей жизни здесь в Абхазии, к ситуации, которая есть? На Абхазию, честно говоря, потому что нужно учитывать уровень развития физической культуры и спорта. И, естественно, когда закон будет принят, вступит в силу, я думаю, что будут вноситься изменения, в зависимости от того, что будет востребовано данной отраслью, так как она постоянно развивается. Мы рассматривали и казахстанский вариант, и российский, и молдавский, и еще других стран. Ну, в принципе, более приемлем для нас, я думаю, российский законопроект был, и мы его адаптировали под наши условия. Представители госкомитета, которые участвовали в разработке, как они к этому варианту сейчас относятся? Они вносили свои поправки, и Беслан Корчава, он был у нас на комитетских заседаниях. В принципе, плодотворная работа была. Все идем к одной цели, лишь бы это принесло пользу нашему поколению, нашим детям, и правила были все расписаны, как во всех странах, уже давно. Поэтому это уже будет на рассмотрении в первом чтении. Потом еще будут комитетские заседания, где будут предлагать из комитета по делам молодежи и спорту свои какие-то новшества, изменения. Основная работа данному базовому законопроекту будет вестись ко второму чтению. Чтение, так как у нас есть субъекты правозаконодательной инициативы, которые будут вносить свои поправки, и комитет будет рассматривать. Те поправки, которые пройдут комитетское заседание, они будут вынесены на сессию. После принятия во втором чтении будем готовить уже к принятию в третьем. На какие сроки все это рассчитано? Мы еще проведем одно комитетское заседание, согласуем со всеми. В июне месяце инициируем для рассмотрения в народное собрание в первом чтении. Закон, прежде всего, для урегулирования прав спортсменов и их обязанностей. Соответственно, воспитание спортсмена будет проходить в правильном русле по закону. Даже если будут какие-то противоречия, уже в законе все прописано, как должно быть. То есть им будет легко, этим же и федерациям, и поездке сборных команд. Все это прописано там, я думаю, будет легко. В принципе, это будет все легко, и это регулируется законом. Потому что это самое главное, я думаю, особенно, когда занимаются с детьми. Итак, закон о спорте юридически закрепляет структуру и деятельность физкультурно-здоровительных организаций в республике, определяет субъектов спортивной деятельности и закрепляет принципы государственного регулирования в этой сфере. Также закон содействует развитию спорта среди людей разного возраста и пропаганде здорового образа жизни. Какие вопросы регулирует закон о спорте и как он может помочь людям, непосредственно задействованных в этой сфере, узнаем у наших экспертов. В парламенте идет рассмотрение закона, разработка закона о спорте. Скажите, пожалуйста, насколько этот закон важен и нужен для вас, людей, непосредственно занятых в этой сфере. И могли бы рассказать немножко предысторию этого закона? Мы знаем, что вы участвовали в разработке этого закона вместе с парламентариями. Что касается закона о физической культуре и спорту, он в принципе не только нужен тем, которые работают в сфере физической культуры и спорта, он просто нужен самому государству. Так мы все прекрасно понимаем, что мы строим свое суверенное государство, поэтому основы правовые и организационные должны быть утверждены и в принципе должны устанавливаться парламентом, законодательным органом Абхазии. Конечно же, этот закон нужен. В принципе, проекты, различные проекты о физической культуре и спорту подаются, наверное, в парламент уже, боюсь ошибиться, но более 15 лет, наверное. То есть начиная где-то с начала 2000-х годов. Но получалось так, что до времени, как говорится, не доходило до принятия закона, то те пункты, которые, ну и те статьи, которые мы вносили в проект, начиналось обсуждение, может быть, что-то еще мешало, но так или иначе. Ну и я так думаю, что экономическая составляющая на то время нашей страны тоже не давала возможность в какой-то степени довести этот процесс до логического конца. Но я так думаю, что обязательно нужно закон принимать. Я думаю, что это будет основа всех моментов, которые должны развиваться в сфере физической культуры и спорта в Абхазии. А там очень много уже направлений, это и основные понятия, и регламентирующие моменты между субъектами спортивными, между, скажем, вообще местными органами, органами, которые работают, скажем, в районах и городах, с центральным органом, какие компетенции имеет центральный орган, какие компетенции имеет правительство Абхазии, ну и так далее, и так далее. Ну, можно спросить, а как же вообще спорт развивался, на основе каких, скажем, нормативных документов? Ну, Госкомитета с 1994 года, с 1994 года, понятное дело, что есть положение в Государственном комитете. Естественно, там есть определенные пункты, есть главы. И вот согласно этому положению, о Государственном комитете по спорту или же о Государственном комитете по делам молодежи и спорту, Данная организация, центральный орган в этой сфере, ну, он свою деятельность, в принципе, и проводит по настоящее время. Что именно, Вы полагаете, необходимо включить в этот закон? Какие еще пункты нужны? Проект этого закона, в принципе, мы его изучили, мы его, можно сказать, по полочкам разложили. Там очень много таких пунктов, статей, которые необходимы, можно сказать, нашему государству, нашим спортсменам, тренерам, всем работникам спорта. Но там есть много нюансов, которые надо доработать. Ну, самое главное, мы что, надеемся, что до конца этого года, я думаю, мы усердно займемся этим законопроектом и, думаю, доработаем. И надеюсь, что парламент примет этот закон уже в окончательном чтении. Мы должны сделать так, чтобы наш спорт начал развиваться в законном русском. Вот Шладович сказал, эти годы на основании положения госкомитета работали, или там на основании наших внутренних приказов, можно сказать. Мы уже проработали нормативно-правовые регламентирующие документы для спортсменов, для судей, для тренеров. И самое главное, чтобы оно соответствовало нашему законодательству. Оно должно соответствовать на основании этого закона, должно быть проработано. Поэтому, пока закона не будет, мы его в тираж не хотим пускать, и он будет неправомочным. Какие категории сейчас в Абхазии у спортсмена и у тренеров? В основном мы ссылались на то, что в России какие категории, и в советское время какие были категории. С учетом наших реалий, мы чуть-чуть, можно сказать, изменили там некоторые категории. Некоторые категории мы вообще не включили в нашу классификацию, потому что у нас не такие масштабы, как в России или было в советское время. Здесь закон нам нужен для того, чтобы он соответствовал нашим нормативам, а наши нормативы соответствовали закону о спорте. Тогда уже не будет никаких вопросов. Мы будем основываться на законе о спорте, на внутренних нормативах и развивать уже наших специалистов в области спорта, специалистов тренерской деятельности, судейского корпуса, да, судейского корпуса и, самое главное, наверное, наших спортсменов. Мы все прекрасно понимаем, что спорт тоже бывает. Массовый спорт, есть спорт, скажем, высших достижений. Ну, это тоже различные такие моменты. У нас есть школьный спорт, у нас есть студенческий спорт. Ну, по идее, должен быть в разных направлениях, по-разному ситуации на сегодняшний день. Но так или иначе, все, скажем, государственные структуры должны, в принципе, понимать, что надо развивать физическую культуру, физическое воспитание и, конечно же, спорт, начиная с юных лет. У нас, конечно, другие масштабы, ну, это понятное дело. У нас население тоже не такое уж большое, но около 260 тысяч. Естественно, определенная часть – это дети, юноши, молодежь, ну и, конечно же, взрослое население. Ну, если уже вообще разбивать по полочкам эти моменты, у нас в основном развиваются детские, юношеские и в какой-то степени молодежный спорт. Что касается взрослого спорта, у нас сейчас, ну, на самом деле, серьезные проблемы, это и финансирование должно быть, и вообще спортивные клубы должны быть, серьезные спортивные федерации должны быть наши по видам спорта. Там тоже есть над чем работать, но без умных людей, скажем так, да, без образованных в этом направлении, в этой сфере, и без финансовой, достаточно финансовой составляющей, конечно, это сложно развивать. Ну, что касается категории, если возвращаться к этому, ну, конечно же, мы здесь должны четко это постараться, ну, вести. На самом деле, нужно следовать этому нормативному документу. Раньше получалось немножко иначе, да, если мы просто смотрели, сколько лет человек работает тренером, какие у него успехи, да, конечно же, согласно, опять-таки, положению в Госкомитете мы разрабатывали небольшие нормативы, да, ну, чаще всего тоже на пять лет, и согласно этому мы присваивали вот эти вот квалификационные категории как тренером, также и судьям по разным видам спорта, ну, и, безусловно, есть же такое понятие для спортсменов – разряды и звания. Это определенный стимул для того, чтобы, ну, мальчишка или девчонка занимались спортом. Да, и согласно этому, безусловно, у нас есть разряды, юношеские, есть взрослые разряды, есть, ну, как бы, разряд кандидат в мастера спорта, спортивное звание мастера спорта, ну, сейчас мы еще и разработали мастер спорта международного класса Республики Абхазия. Есть еще почетные звания. В принципе, все эти моменты, которые сейчас мы перечисляем, они, в общем-то, ну, как, необходимо, чтобы они были в законе. Другое дело, потом расшифровку – это уже отдельные нормативные документы, согласно, как говорится, ну, основываясь на том законе, который будет принят. А бывают ли ситуации, когда отсутствие вот такого основного закона все-таки мешают вот в каком-то деле, связанном со спортом, не знаю, в соревнованиях, возможно, в подготовке, квалификации, присуждении там какой-то категории, да, спортсмена? Бывало такое? И бывает ли? Ну, скорее всего, я из своего опыта скажу, да. Понятно, что многое тоже мы, наверное, еще по сей день не знаем. Всему надо учиться понемножку. Но по большому плану проведение спортивных мероприятий – это не мешало. Выступлению, скажем, наших команд, сборных, скажем, за пределами нашей страны, оно тоже, в общем-то, не мешало, потому что мы, к сожалению, ну, как бы так, в мировом сообществе не особо, это признанная страна, поэтому мы выставлять свою сборную команду Абхазии по многим видам спорта, в особенности это олимпийские виды спорта, мы не в состоянии, по сей день не в состоянии. Но, с другой стороны, есть определенные виды спорта, скажем, не олимпийские, где нам удавалось выходить на международную арену со своим национальным флагом и со своей национальной сборной. Здесь мы, конечно же, старались использовать данную, ну, как бы, нишу, скажем так, где удавалось выставлять сборную по домино, скажем, по бильярду, по некоторым направлениям восточных единоборств, где участвуем в Кубках мира, в Кубках Европы. Такие шансы, в принципе, они были и остаются по сей день. Но говорить о серьезном спорте и о серьезных выступлениях национальной сборной по олимпийским дисциплинам, для нас, конечно, это пока нереально. Но, когда будет закон, я так думаю, что это, прежде всего, будет легче нашим спортсменам защищать свои права. То бишь, у спортсмена тоже должна быть какая-то защита. Для чего он занимается спортом, что это ему может принести в жизнь? Мы сейчас же не говорим о том, что спорт, спорт высших достижений, он достаточно непростой вид. То есть там бывают травмы, там бывают такие травмы, что порой человеку потом приходится многие годы лечиться. А где же, ну, скажем, это отношение государства к такому же спортсмену нашему, Абхазскому? То бишь, здесь и медицинское обеспечение обязательно должно быть. Вот как раз такие законы должны регулировать, какое медицинское обеспечение должно быть, где этого спортсмена можно лечить, и где находить средства на его лечение. То есть такие моменты безусловно. Вы будете стараться, чтобы вот эти пункты были включены в этот закон? Там очень много пунктов, которые надо еще доработать. Сама структура закона очень понятная, очень, как сказать, мне импонирует, что все четко прописано и понятно. Единственное, что вот дорабатывать медицинское обслуживание само собой. Есть еще второй момент. Наши спортсмены, детишки, государство в них вкладывает средства, да, определенные, до определенного возраста они занимаются видом спорта на территории Абхазии. Потом, так как у нас нет выхода на международную арену, это имеется в виду чемпионаты мира, Европы, первенство мира под абхазским флагом, они уже начинают искать ходы через Российскую Федерацию в основном. Через другие страны. И другие страны, да. Ну, опять же, вот этот механизм перехода с одной страны в другую, это решается на уровне тренера и родителя. Государство никак не может регулировать. Если мы в законе это пропишем, что, как вот наши отправляют по лимиту на учебу в Россию, и потом обязывают их отработать по приезду, там, 2-3 года в Абхазии, скажем. Вот это тоже надо будет как-то продумать, проработать, в законе прописать, что права, помимо того, что у спортсмена, права и должны быть у работодателя, можно сказать. Ну, конечно. Вот это, там очень много нюансов, поэтому, я думаю, так долго и не принимался этот закон, что все это предусмотреть очень сложно. Ну, кстати, вот этот вопрос, именно, да, дети здесь растут, у них, допустим, природные данные замечательные, тренируются дети усердно, достигать какого-то возраста, да, и потом, что им дальше делать, вот чем госкомитет может им помочь, и наличие вот этого закона тоже. Скажем, если наш спортсмен достигает определенного уровня, скажем, мастер спорта Абхазии, да, это уже определенный уровень по нашим нормативам, но есть еще и мастер спорта иного государства, это типа России, там, в других странах. На данный момент, да. Мы как-то должны свое внутреннее какое-то сделать, можно сказать, это не в законе, уже это, наверное, постановлением кабинета министров или указом президента, изыскать какие-то средства на их поддержку продолжения учебы, там, скажем, Российской Федерации, училища Олимпийского резерва, чтобы стимулировать их. Дальнейшее развитие. Так или иначе, да, так или иначе, они граждане Абхазии, спортсмены абхазские, на Олимпийских играх будут участвовать или на чемпионатах мира. Я думаю, от этого выиграет только страна и выиграет наш народ. Еще хочу к вашему вопросу добавить, что здесь, слава богу, в проекте закона написано о принятии государственных программ в области физической культуры и спорта. И понятное дело, что государственную программу должен предлагать, ну, разработать и предложить уже государственный комитет, ну, а потом уже правительство Абхазии должно это, ну, или принять, или не принять, или же там, изменить его как-то. Я думаю, что это вот может дать серьезный толчок, как говорится, да, для развития не только детского и юношеского спорта, а вообще вида спорта на территории Абхазии. А есть сейчас ребята, которых поддерживает государство наше? Точечно. Это родители федерации обращаются к президенту, обращаются к премьер-министру, к нам в госкомитет, и мы по возможностям, можно сказать, помогаем. А когда идет она узаконена, что достиг уровня мастера спорта иного государства, ну, скажем, Российской Федерации, и он за это достижение получает стипендию там в течение года или в течение двух лет там стипендию получает какую-то энную сумму. Пусть он в сборную России не попадает, он представляет заодно Абхазию. Так или иначе, для нас он Абхаз, он с Абхазией, поэтому нам без разницы, под каким флагом. Пусть будет под африканским флагом каким-то выступать на чемпионате мира и так далее. Вот как-то вот узаконить, вот я думаю, это будет стимул для наших спортсменов. Мы сейчас делаем наш реестр спортсменов. Весь список спортсменов, все карточки мы собираем. Я думаю, в ближайший месяц весь список у нас будет уже в электронном формате. Информацию будем иметь. Дальше, следующие шаги. Вот, скажем, в России спортсмен, вот то, что мы говорили до этого, спортсмен, гражданин Российской Федерации, которого вкладывало государство средства на развитие, он переезжает в другую страну, жить там, гражданство другой страны берет. В России так. Если оттуда присылает федерация другой страны запрос, чтобы этого спортсмена допускали на соревнования под другим флагом, российские федерации по видам спорта должны дать добро официально. Это по юности. Официальное открепление. Да, открепительный документ, что они не против, чтобы он выступал за другую страну. Если по взрослым, там уже и Минспорт должен дать добро, и Олимпийский комитет, и Федерация, все должны дать добро, чтобы этот спортсмен выступал за другую страну. Для этого надо все это узаконить. Сейчас у нас по-другому. Родители забирают детей, отказались от тренера, отказались от страны, не от самой страны, конечно, но отказываются здесь заниматься, потому что роста нету. И отправляют в другую страну. С учетом того, что у нас такая ситуация с признанием, не все страны признают, мы сами не можем выставлять, мы вынуждены отправлять своих спортсменов талантливых талантливых, допустим, в ту же Россию, чтобы у них была возможность для дальнейшего роста и выступать. А мы как бы имеем от этого имидж, имеем от этого какие-то победы и примеры для детей, которые здесь занимаются. В какой-то степени, я думаю, что в большой степени пропаганда самой физической культуры и спорта в нашей республике. Да, понятно, что пока только такой механизм, но все равно это реклама нашего спорта, наших спортсменов, ну и пропаганда. Государство, по идее, я думаю, уверен, что должно поддерживать. О школьном и детском, и юношеском спорте очень большие статьи. Права детей заниматься физической культурой и в школе должны соблюдаться и прочее, прочее. Вот все вот эти вещи, насколько я знаю, должны быть подкреплены какой-то инфраструктурой, которая не всегда у нас есть. Вот наличие вот этого закона, этих пунктов, они как бы говорят об идеальном положении вещей, к чему нужно стремиться, или же все-таки отражает то, что есть на самом деле. Нет, понятно, что в законе не пропишешь, сколько должно быть объектов на территории Абхазии, скажем, в плане развития, единоборств, да, или же не пропишешь, сколько должно быть футбольных стадионов на территории Абхазии. Закон будет давать такое право, да, что это нужно иметь. Другое дело, что уже насколько придется это разработать, вот эти так называемые программы, да, развития физической культуры и спорта по видам, но так или иначе, если будет закон, то бишь тот же центральный орган будет, основываясь на законе, просить у государства, ну, у правительства, да, получается, возможно, где-то в парламенте, что это нужно иметь, что это нужно уже сейчас. Вот сейчас просто, к примеру, студенческий спорт. У нас, имеет ли наш Абхазский госуниверситет вообще какую-нибудь базу физкультурно-спортивную? На сегодняшний день, к сожалению, он ее не имеет. Он уже на протяжении нескольких лет не имеет. А как же, в Абхазском госуниверситете, по-моему, более трех тысяч студентов, они должны иметь спортивный зал? Конечно, там же кафедра-то есть, есть. А другие факультеты не должны, там студенты других факультетов, они не должны заниматься массовой физкультурой или оздоровительной хотя бы. Конечно же, должны. То есть, государство должно понимать, ну, я надеюсь, что он понимает, просто пока, наверное, не в состоянии, но нужно же это всегда проталкивать. Поэтому мы не сможем развивать студенческий спорт, мы не сможем развивать взрослый спорт, если не будет необходимой инфраструктуры. Это один момент. А потом, эта инфраструктура должна обладать еще оборудованием и спортивным инвентарем. Без этого тоже нереально. Это тоже там написано, что есть такие моменты, без которого, ну, спорт ты не сможешь развивать. Просто это помимо кадров. Вот система поощрения тренеров, допустим, да и тех же спортсменов. Сейчас у нас профессионального спорта, может быть, и нет. Какова сейчас? Поощрения, как такового, у нас сейчас нет, оно не прописано. У нас тренерские категории, сейчас мы разработали, ну, в принципе, до этого эти категории не функционировали. Но не имеет разницы тренер такой категории, они получают по большому счету одну и ту же зарплату. Хотя в России, скажем, почему стремятся повысить свою квалификацию, потом должны подтверждать эту квалификацию. Если получил там первую квалификацию тренерскую, он должен подтвердить ее, чтобы его опять во вторую не спустили. Если подтверждает, он получает ту же зарплату. Если он идет какие-то результаты и повышает квалификацию, ему зарплата увеличивается. Причем там существенно она увеличивается. Обслуживание наших мероприятий обслуживает судей. Судей должны быть квалифицированы. К нам приходят проверяющие органы, которые делают замечания, где подтверждение, что данные люди, которые судили мероприятия, имеют квалификацию. Судейская категория должна также какой-то нормы быть. Первая категория должен чуть больше получать в плане оплаты за судейство. Тогда у него будет стимул расти, проходить семинары судейские, практику судейскую, выезжать другие страны повысить свою квалификацию. Стимулировать надо просто иначе. Мы должны, когда мы это все узаконим, у нас будет все по полочкам. Если у тебя низшая категория, ты получаешь меньше денег, меньше суммы. Чем выше, тем ты получаешь больше. И тренер, и судья. Когда мы это все отрегулируем, мы направим на правильное русло, на правильные рельсы поставим, я думаю, тогда у нас может быть и заработает вот эта структура работы нашей спортивной. Считаю, будет большой эффект. сейчас очень важно, чтобы дети занимались спортом, потому что действительно малоподвижный образ жизни ведут, пристроены все гаджеты. И поэтому развитие массового спорта это очень важно, на мой взгляд. В этом законе, как вы считаете, все ли сказано об этом, для того, чтобы дать толчок для развития этого вида спорта? Опять-таки выскажу свое мнение, конечно. Здесь в законе сказано, что есть массовый спорт. он есть массовый спорт и должен быть, по идее. Но каким он может стать и как механизм этот создать, здесь, естественно, в законе особо ничего не сказано. Я думаю, что, возможно, и не будет сказано. Здесь уже нужны другие программы, другие нормативные документы под этот закон и другие программы разработать, которые приняло бы правительство нашей страны. И только тогда мы уже будем знать, какой же он должен быть массовый спорт. например, в 2021 году, каким он может стать в 2022 году и так далее, по нарастающей. То есть эта программа может быть на 5, а может быть даже не на 5, а на 7-10 лет нужно разработать. На сегодняшний день у нас массовым спортом сколько людей занимается, мы особо конкретную цифру сказать не можем. Мы можем сказать, сколько у нас секции в Абхазии по различным видам спорта есть. Мы можем сказать, сколько в этих секциях более-менее детишек приходит, уходит и так далее. Но с другой стороны, массовый спорт это же не только детско-спортивные школы, это вообще просто физкультурные какие-то организации, какие-то спортивные клубы, они тоже имеют право на жизнь. И если они могут развиваться, если у них есть там специалисты, если они как-то могут за счет чего-то финансироваться, они тоже это могут развивать. Но я считаю, что массовое занятие физической культурой и спортом, вообще ведение здорового образа жизни и потом уже спорта, это должно быть основой для нашей страны, я думаю, что и вообще для многих государств. Вы сами сказали, что сейчас компьютеры дети любят, они стараются постоянно быть информационно подготовлены, но хотят дети развиваться в этом направлении, но они не должны забывать, что развиваться в плане поддержки своего физического состояния тоже необходимо. Но дети могут это не всегда понимать, они же дети, это должны быть взрослые, которые будут это знать, знать, как преподнести, как его заинтересовать, этого ребенка, как его увлечь и как правильно это сделать. Этот человек должен знать, как работать с детьми, если он будет работать не так, он может здоровье этого ребенка покалечить, скажем, поэтому здесь много моментов. Здесь, кстати, закон тоже в какой-то степени говорит о том, что нужно, специалисты нужны, которые разбираются в этом, их надо учить и так далее. Как отражены в законе финансовые вопросы, вопросы спонсорства в спорте? Финансовая составляющая здесь очень мало, сказано там пару фраз, и это, наверное, самая большая наша проблема. Очень много вопросов возникают, так как есть меценаты, есть компании, юридические лица, физические лица, которые хотят, скажем, помочь спорту. Ну, какие-то льготы, как в Российской Федерации, других странах, на ту сумму, которая помогает развитию детского, юношеского спорта или развитию спорта, эта сумма не облагается налогом. Такие тоже есть в некоторых странах моменты. Если мы это не будем прописывать, у нас нету никаких рекламодателей, нету букмекерских контор, как в других странах, которые, можно сказать, спонсируют вообще развитие спорта. У нас таких возможностей нету, таких рекламных компаний нету, там, две-три компании, которые помогают, можно сказать, за счет того, что они рекламируют свою компанию. Вот, в общем, глобальном у нас такого нету, поэтому мое личное, сугубо, мое личное мнение, мы должны, может быть, сделать какое-то послабление в налоговом законодательстве, оно будет, или какие-то льготы тем людям, тем компаниям, которые помогают развитию спорта. Льготы в том плане, что хотя бы на ту сумму, которой они помогают развитию спорта, чтобы вот эта сумма не облагалась налогом. Стимулировать тех же спонсоров, которые хотят помогать, пусть он поможет, чем больше поможет, тем больше у нас инвентаря купим, и больше детишек привлечем к занятиям спортом. Ну, или же поможем финансово нашим одаренным спортсменам, бывает же такое тоже, нам, скажем, ну, у нас, слава Богу, есть несколько организаций в Абхазии, которые на протяжении многих лет, если уж честно, стараются помочь, и вина и воды Абхазии тоже не раз помогали, Аквафон не раз помогал, Амобайл, в общем-то, премиум бывало, пивзавод, но с другой стороны, нам хочется, как говорится, чтобы они больше могли это помогать, и вот, исходя из этого, чтобы у них как-то вот какие-то льготы, если это возможно, были бы, иначе, ну как, мы же хотим, чтобы у нас были хорошие спортсмены тоже, да, а им надо на самом деле помогать, только за счет родителей и за счет тех бюджетных денег, которые, как бы, да, финансируются наша физическая культура и спорт, ну, просто не хватает. Мы сейчас говорили о том, что здоровый образ жизни, занятия спортом очень важны, не менее важно поддерживать физическую форму и правильным питанием. Каким-то образом, как вы считаете, должно быть это отражено в законе, или какие-то, может быть, другие подзаконные акты должны быть выработаны, которые касаются именно здорового питания. Питание спортсменов это очень сложное направление, почему для нас сложное, потому что специалистов у нас нету именно по спортивному питанию. Это там, в той же России, там работают чуть ли не институты над этим, над спортивным питанием. В виде примера могу сказать, приезжали к нам сборной России, юношеской сборной России по настольному теннису. И я визуально наблюдал, их там 40 человек было, и у них с ними приехал специалист по питанию, хотя здесь были наши повара, кто их обслуживает, но у них все было рассчитано по витаминам, по калориям, там, по большому счету, сегодня мы пришли к тому, что этот вопрос актуальнее становится. У нас тех же кулинарных училищ, там, две или три по Абхазии, и там нету специализации именно спортивного направления, спортивного питания. Спортсмены должны обязательно следить, следить должен и тренер, по большому счету, ну, если нет, конечно, специалиста по питанию, безусловно, тренер должен знать, сколько раз этот спортсмен, занимающийся у него в этой группе, или в этой секции, должен питаться. Спортсмен, который систематически занимается спортом, он, конечно же, должен кушать, и он должен правильно кушать, и в необходимом количестве. Это однозначно. В законе о питании, я сейчас не помню, есть ли там такой пункт, но если его нет, я думаю, что мы должны обязательно его постараться вместе с депутатами внести. Другое дело, уже нормативы питания, скажем, спортсменов в таком возрасте, они могут быть одни, в другом возрасте, другие. Есть еще и зависит от вида спорта. Конечно. Потому что это нагрузки, это в зависимости, какое направление этого вида, какой вид спорта, исходя из этого, исходя из возрастных еще каких-то моментов, питание, оно может разниться. Страховая система, она не функционирует так, как хотелось бы. Какие-то частные фирмы функционировали несколько лет назад, я помню. Но вот общее страхование такое, такого нету. Именно спортивное, вот буквально неделю назад вопрос стал, страхование наших делегаций, молодежи, которые на Байкал уехали. И наши не могли найти здесь страховую компанию, организацию, которая может выписать страховой полюс и так далее, для того, чтобы там предоставить. Без этого их не допускали. И это была проблемная ситуация. Ну и для спортсменов тоже безусловная проблема, потому что все-таки наши команды выезжают за пределы Абхазии, участвуют там в соревнованиях. Ну, скажем так, в официальных, да, но они разного уровня бывают, да, но тем не менее, чаще всего те организаторы говорят, страхование должно быть. Мы на территории России делаем страховки. Хотя они принимают и абхазскую страховку. Главное, чтобы был документ, подтверждающий, что человек застрахован на всякий там форс-мажор. Если резюмировать наш разговор, о значении того, что вот такой закон появится. У меня только положительные эмоции скажут. Я понимаю, исходя из своей, ну, скажем так, относительно долгой работы в этой сфере, могу однозначно сказать, что закон нужен. Самое главное, чтобы этот закон потом работал. Вот это тоже немаловажно. Мы иногда издаем нормативные документы и потом про них забываем, и, честно говоря, мы не можем его применить. Такое тоже, к сожалению, бывает. Но принятие закона, оно на самом деле многие регламентируют многие моменты. Это, в принципе, это основа, да, в плане организационных каких-то дел. И в плане правовых дел. Это ведь не только права здесь, здесь же еще и обязанности. Поэтому, когда вот несколько сторон вместе работать начинают, тогда и будет результат. Я думаю, что закон однозначно принесет пользу. приводило, что надо будет его выполнять, ну и требовать его выполнения с других необходимых структур. Закон необходимый, это само собой, по мне так, самое главное, это у нас, ну, законить наше направление, нашу деятельность. Когда, чтобы не говорили наши спортивные работники, там, тренера есть, все функционеры федерации и так далее, чтобы не говорили, а где это узаконено, покажите там, какой-то вопрос возникает, а где это в законе прописано. А это вы, норматив, сами придумали, почему это, нас не оповестили. Чтобы вот эти все вопросы отпали, есть закон, будьте добры, соблюдайте, идем по закону. Если там какие-то доработки будут, потом поправки в закон, слава Богу, разрешается год, два, три, потом пусть делается. Но сегодняшняя тема, что она такая актуальна стала, это нам очень, можно сказать, приятно, что обращают внимание и прессовые, спасибо вам, что обратили внимание. И депутатам большое спасибо, мы надеемся, что они доведут до конца. Я думаю, сообща все вместе, общими усилиями, мы, я думаю, проведем к окончательному решению. Надеюсь, что вот с этим созывом мы закончим. Это как проект закона, можно сказать, процентов на 80, он мне, лично мне симпатичен. Ну и 20 процентов общими усилиями, я думаю, мы доработаем. Разработка закона о спорте еще продолжается. Необходимые правки и изменения будут вноситься в проект ко второму чтению. Все задействованы в процессе и надеются, что закон станет жизнеспособным и снимет многие вопросы, которые касаются развития спорта в республике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова